Всем привет! Меня зовут Анжела Аганина, и это мой блог. Я пармастерица, живу в деревне, рассказываю про обрядовые бани, которые я делаю, создаю еще и художник, создаю авторские картины, арт-объекты, веду свои блоги и активно проявляюсь во всех социальных сетях. Недавно я рассказывала о том, что хочу переехать снова в город, и пока это сделать не получилось, и я рада этому. Чем больше я остаюсь в деревне, тем больше мне хочется здесь оставаться. Есть три минуса, с которыми сталкивается каждый, кто переезжает из города в деревню. Первый минус – это нехватка выезда в город, нехватка времени на мероприятия, потому что поездка в Москву занимает около полутора часов. Второй минус – то, что я живу в деревне одна, и из мужских рук у меня только руки моего пятилетнего сына, и все приходится делать самой. Пилить, строить, класть ламинат, делать ремонт, прикручивать розетку, соображать в напряжении и так далее. И третий минус, один из таких больших минусов – это отсутствие хорошей инфраструктуры рядом с деревней. Да, у нас есть садик, обычный государственный бюджетный садик, в который ходит мой сын Николай. У меня есть к нему вопросы, но деваться некуда, мы ходим в этот садик, потому что рядом ничего другого нет. Есть какая-то маломальская спортшкола, и на этом спасибо. Но очень хочется, чтобы дети ходили в хорошие заведения, я в хорошие салоны красоты, ну или хотя бы в спортзал сходить бы. Поэтому из спортзала у меня самый активный мой спорт – это моя баня. Я уже об этом говорила, я создатель авторской бани, и ко мне ходят девушки, даже приезжают из других регионов, чтобы попариться. Но не в эту баньку, которую я сегодня снимаю, это моя домашняя банька. Принимаю в арендованной бане со всеми удобствами и, как говорится, с полным фаршем. Но не оставляю мечту построить свой банный комплекс, отдельно стоящий, где можно остаться с ночевкой и пойти на полную трансформационную перезагрузку. Сейчас немножко расскажу про баню. Мало кто знает, но баня является исторически нашим российским культурным наследием, русским культурным наследием, потому что баня на территории Руси была исторически очень и очень давно. Поэтому у нас не было каких-то супер болячек, не было чумы и так далее, потому что у нас всегда была русская банька. И сейчас, конечно, возрождаются традиции, и я пытаюсь их в том числе культивировать и возрождать через правильное позиционирование бани, через любовь, потому что баня – это про любовь. Если женщина, ваша женщина вдруг умеет вас парить, берегите ее, потому что она берегиня ваша. Баня, которой я занимаюсь, это не баня продубасить вениками, это баня обрядовая, это баня со смыслом, это правильная мягкая баня, это баня через любовь. Первое, что хочу сказать начинающим любителям, пармастерам бани – никогда не парьте тех, кого вы терпеть не можете и кому у вас есть хоть какие-то негативные чувства, потому что во время бани важно любить и принимать человека в тот период времени, пока он лежит у вас на полоке под вениками. Это самое главное, основное правило. Мы в бане любим людей и стараемся наполнить их тело любовью, заботой, хорошим отношением, убрать те блоки, которые мешают, и позаботиться максимально о человеке. Это и есть смысл всей обрядовой бани – через любовь открыть тело, душу и сердце самого гостя, который лежит. Да, есть еще очень много нюансов и моментов, как правильно парить, как удержать веники, где находятся блоки, но если у вас в сердце любовь к самому себе, если вы парите себя, либо к гостю, который лежит у вас, то эта баня просто не может быть плохой, потому что эта баня про любовь. Баня, как мать родная, дает новые силы и новые возможности, чтобы переродиться и выйти из бани другим человеком. Ну, что, мои дорогие, любимые, по деревне иду, по своему участочку любимому, по дому моему. Хорошо-то как. Ай, красота. Ну, мои дорогие, те, кто еще не был подписан на мой канал, подписывайтесь. Много интересного про баню, про меня, про всякие интересные штуки, про деревню. И вообще рассказываю все по-честному, все как есть, без прикрас. Так что подписывайтесь, дорогие друзья, ставьте лайк, переходите в мой телеграм-канал. Там бываю чаще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!